МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Юлия Ракотская. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Андрея Тарасенко проводили под аплодисменты, а Примурью представили нового главу. Им стал экс-руководитель Сахалина Олег Кожемяка. Все, что связано с жизнью региона, безусловно, это будет предметом нашей совместной работы. На главном приморском кинособытии побывали более 20 тысяч зрителей. Во Владивостоке эффектно завершился 16-й международный кинофестиваль Меридианы Тихова. Все, о Pacific Meridian 2018 расскажу я, Анна Бережная. В аэропорту Владивостока встречали амурского тигра и сибирского медведя. Целый ряд гастрономических событий, посвященных уссурийской тайге, пройдет в Примурье. Фестиваль тайги начинается 29 сентября и заканчивается 14 октября. Это не одно какое-то событие, а череда событий. Также в выпуске Госдума приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в третьем окончательном чтении. И еще раз скажем, фильм «На районе», снятый во Владивостоке, показали приморскому зрителю. Режиссер Ольга Зуева дала пресс-конференцию. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. В администрации Примурья официально представили нового в Рио губернатора Олега Кожемяка. Экс-руководитель Сахалинской области выступил перед политической общественностью Владивостока и уже успел заявить о первых рабочих планах. Также на церемонии официально сложил свои полномочия Андрей Тарасенко. Подробнее расскажет Максим Яковлев. В Большом зале Краевой администрации «Аншлаг» начинается новый этап. Надеемся на развитие. Создается новый управленческий стиль. Будут ли новые кадровые решения? Первым на трибуну выходит Юрий Трутнев. Он зачитывает указ президента России Владимира Путина о назначении Олега Кожемяка на должность в Рио губернатора. «Аплодисменты и все взгляды устремлены к главной персоне дня. Я рад вернуться домой». Именно такие первые слова прозвучали от нового главы региона с трибуны администрации Приморья. Олег Кожемяка действительно родился здесь, в приморском селе Черниговка. С нашим краем его связывают не только детство, но также и первые шаги в бизнесе, и старт политической карьеры. «Все, что связано с жизнью региона, безусловно, это будет предметом нашей совместной работы, опираясь в том числе на ваш опыт, на те знания, которые получены мной, на лучшую практику Российской Федерации. Мы будем применять это здесь, с тем, чтобы Приморье было процветающим регионом». В 2001 году Кожемяка пришел в местное законодательное собрание. Сегодня, спустя 17 лет, у него внушительный бэкграунд. Эксперты называют политика этаким «пожарным губернатором», который может прибыть в любой регион и в кратчайшие сроки вывести его из кризиса. Пост главы Приморья стал для Олега Николаевича четвертым на Дальнем Востоке. Интересно, что это своего рода российский рекорд, потому как ни один губернатор в нашей стране никогда не работал более чем в двух регионах. «Сегодня в Приморье приходит 47% от общего объема инвестиций, приходящих на территорию Дальнего Востока. А Дальний Восток является лидером по привлечению инвестиций в Россию. Но очень многое еще надо сделать для того, чтобы эти инвестиции сказались на жизни людей». Теперь уже бывший руководитель региона Андрей Тарасенко, в свою очередь, сказал слова напутствия для нового главы, а также вскользь отметил, что его новая работа будет связана с родной морской специальностью, в частности, спортами. «Олег Николаевич, я знаю давно, лет 20, мы уже дружим. И хочу сказать, что тут не отнимать от работы. В Приморском крае работы очень много. И надо сделать действительно таким достойным, хорошим, процветающим краем». Кожемяка спустя несколько минут после официального назначения успел озвучить для себя и своей команды некоторые задачи. Построить школы, садики, дороги и благоустроить жизнь в регионе. Но сначала, конечно же, Олегу Николаевичу нужно будет отстоять свой пост на выборах, на которые, к слову, политик пойдет как самовыдвиженец. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. В России повысили пенсионный возраст. Госдума приняла соответствующий закон в третьем и окончательном чтении. За этот резонансный законопроект высказалось 334 депутата. Против было 62 парламентария. Проект приняли с учетом поправок, внесенных президентом Владимиром Путиным. Таким образом, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины в 65. Досрочно смогут выходить на пенсию многодетные матери. Кроме того, будет повышено пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста. За увольнение таких работников будут штрафовать работодателей или наказывать их обязательными работами. Стоит отметить, что теперь стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин – 37 лет. Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. Правительство России поддержало выделение дополнительно 400 миллионов рублей на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток, а также с Дальнего Востока в европейскую часть страны в 2018 году. Средства будут выделены из резервного фонда правительства России. Предполагается, что 300 миллионов рублей будут использованы для региональных воздушных перевозок. Еще 100 миллионов рублей пойдут на перелеты между Дальним Востоком и европейской частью страны. Льготные билеты могут приобрести российские граждане в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и сопровождающие их лица. Стоит упомянуть и тот факт, что Аэрофлот после передачи дочерней авиакомпании «Россия» части рейсов из Москвы в направлении Дальнего Востока сохранит в своей маршрутной сети не менее 20% таких рейсов. Об этом сказал министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Действующая система плоских тарифов на рейсах России сохранится. Тарифы останутся практически прежними. Банк России выступил с предупреждением для доверчивых граждан страны. Заявление регулятора касается группы российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом Кэшбери. Дело в том, что проанализировав деятельность компаний, финансисты пришли к выводу, что это очередная финансовая пирамида. Банк России установил признаки финансовой пирамиды в деятельности группы компаний Кэшбери. Это принципы работы на принципах сетевого маркетинга, это вовлечение граждан в свою деятельность, активная и массированная, это активная и массовая реклама в средствах массовой информации в социальных сетях. Нужно понимать вообще, чем компания занимается, понимаете ли вы вообще, чем подобная компания занимается, и откуда получается прибыль. А если прибыль получается от того, что нужно привезти новых членов, и только после этого вам будут выданы какие-то бонусы, какие-то дополнительные доходности, это явные признаки незаконной деятельности и деятельности финансовой пирамиды. Специалисты особо отмечают отсутствие реальной экономической деятельности этой группы компаний, поэтому эксперты Центробанка считают необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с сложением денег в этот проект, чтобы уменьшить их возможный ущерб. В случае, если вам предлагают какие-либо инвестиции компания, а информации о которых нет на сайте Банка России, то прежде всего нужно быть очень внимательным с такими так называемыми инвестициями. Кроме того, нужно обращать внимание на обещания чрезмерно высокой доходности в предложениях подобных компаний. И это прежде всего должно настораживать человека. В Москве продолжают рассматривать дело экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева, бывшего директора МОП в дороге Владивостока Андрея Лушникова и ранее возглавлявшего компанию «Востокцемент» Андрея Пушкарева. Экс-мэр опубликовал пост в социальной сети, в котором рассказал о допросе, на котором показания давал засекреченный свидетель со стороны обвинения. Напомню, после того, как будут допрошены все свидетели, состоятся опрения сторон. А затем суд вынесет свое решение. Подробнее в нашем следующем материале. Важный этап в деле экс-главы – допрос свидетелей – стартовал в июне. Под стражей Игорь Пушкарев находится уже два года и четыре месяца. Всего по делу Игоря Пушкарева проходит 91 свидетель, 56 со стороны обвинения, 35 человек заявила защита. На вопросы Тверского суда уже ответили более половины свидетелей. Это сотрудники городской администрации «МУП в дороге Владивостока», «Востокцемента», Банковские служащие – представители общественных организаций. И вот на очередном заседании суда показания со стороны обвинения давал, казалось бы, самый важный засекреченный свидетель. Гособвинение попросило допросить свидетеля без визуального контакта, так как он или она опасается за свою жизнь и здоровье. Суд постановил допросить засекреченного по аудиосвязи, и для установления личности свидетеля суд удалился. А затем началось слушание. Голос по аудиосвязи был специально искажен, так чтобы невозможно было понять даже пол засекреченного свидетеля. Игорь Пушкарев пишет. Казалось бы, вот он, момент истины. Сейчас мы услышим то, чего еще не слышали и не знаем о себе и о нашем деле. То, что нас хоть как-то зацепит и свяжет с обвинениями. Но этого не произошло, да и не могло произойти. Ни на одной из трех предъявленных обвинений этот свидетель не озвучил ни единого подтверждающего нашу вину факта. Попытки внести конкретику разбивались о формулировку. Вопрос снят, так как касается личности свидетеля. Например, он говорит о том, что «Восток Цемент» продавал сырье по завышенным ценам. А насколько они были завышены, даже примерно, не знает. И на вопрос, сравнивали ли вы прайс-листы, мы слышим ответ. Вопрос снят, так как касается личности свидетеля. И так по всем вопросам. Информацию о ходе слушания дела в полном объеме можно прочитать на ленте «Риа Влад Ньюз», которую агентство дает со ссылкой на страницу Игоря Пушкарева в социальной сети Facebook. Олег Завьялов, Новости на Восьмом. Жительниц Приморья от 50 лет и старше приглашают на прием к врачу. Они смогут пройти комплексный медосмотр в роддоме номер 3 Владивостока. Акция состоится 1 октября в женской консультации учреждения. Мероприятие является частью программы «Подари родителям право на жизнь». Специалисты отмечают, что пациентки после 50 лет заслуживают особого внимания. Ведь в данный период женский организм вступает в свою очередную фазу, и происходящие в нем изменения могут нести серьезные риски для здоровья. Диагностика будет включать прием у гинеколога с обследованием на атипические клетки. А при наличии показаний кальпоскопию и УЗИ, осмотр молочных желез, а также забор крови для выявления онкомаркеров. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. Время проведения акции с 8 до 13 часов. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... 16-й кинофестиваль «Меридианы Тихого» завершился. В Приморской столице посетили главное кинособытие края более 20 тысяч зрителей. Фильм на районе, отснятый во Владивостоке, показали приморскому зрителю. Европейская неделя мобильности населения добралась и до Приморья. Велосипеды на электричках можно провозить бесплатно. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНОС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260 60 40. Травмпункт медицинского центра «САНОС» Травмпункт медицинского центра «САНОС» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемое повреждение. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами Юлия Рокотская. И мы продолжаем. 16-й кинофестиваль «Меридианы Тихого» завершился в Приморской столице. Посетили главное кинособытие «Края» более 20 тысяч зрителей. Фильм на районе, отснятый во Владивостоке, показали приморскому зрителю. Европейская неделя мобильности населения добралась и до Приморья. Велосипеды на электричках можно провозить бесплатно. Уже в это воскресенье в Приморье пройдет главный осенний праздник – День Тигра. Вслед за ним состоится гастрономический фестиваль тайги «Тайгафест». Он нацелен на создание и продвижение бренда «Уссурийской тайги», формирование в обществе ответственного отношения к лесным ресурсам. 28 сентября «Тайгафест» стартовал в аэропорту Владивостока встреча амурского тигра и сибирского медведя – символа проекта на глобальном уровне, прилетающего на фестиваль из Новосибирска. Подробнее о необычном фестивале расскажет наш корреспондент Евгений Черемухин. Аэропорт – раннее утро. Однако здесь что-то явно не так, как обычно. Навстречу съемочной группе выходит медведь, прилетевший в Приморье прямиком из сибирской тайги. По какому-то необычному стечению обстоятельств рядом проходил и теперь уже действующий в Рио губернатора Олег Кожемяка. Даже политика такого калибра, несмотря на то, что он очень спешил по делам, заинтересовало то, что здесь происходит. Оказалось, встреча медведя и тигра приурочена к фестивалю тайги, который начнется уже 29 сентября. Тайга-фест идёт к тебе, городской житель, и несёт с собой вкусы, запахи и звуки уссурийской тайги. Словно скандирует медведь с тигром. Далее – путешествие до пасеки одного из самых известных в Приморье пчеловодов Андрея Сколова. Сам фестиваль продлится до 16 октября, охватывая многие сферы как культуры, так и туризма, в том числе гастрономического. Это не одно какое-то событие, а череда событий, в которые включены гастрономический фестиваль, таёжные лектории, дегустации, образовательные истории и фото-выставка, и семейный праздник. Но пока нам рассказывали о тайга-фесте, тигр с медведем решили опробовать на себе все секреты и дары пасеки. И наткнулись на домик, а внутри – пчёлы и зачем-то лежаки. Ещё Авицен и Гиппократ в незапамятные времена лечили людей продуктами пчеловодства. Мёд – это только вершина айсберга. Оказалось, что это сооружение называется апидомиком, а процесс, при котором человек лежит и получает максимум пользы и релакса – аэроапитерапией. В этом сложном слове аэро – значит воздух, апипчела, ну а терапия, соответственно, лечение. Домик для аэроапитерапии устроен следующим образом. У нас небольшое помещение, в этом помещении внутри находятся четыре улья. Два с этой стороны, два с этой стороны. Литки направлены влево и вправо. Пчёлы летают и работают так, как им нужно. То есть мы их не отвлекаем. Таким образом, человек, испробовавший пчелиной медицины, дышит с пчёлами одним воздухом. Ночью, говорят бывалые пчеловоды, продукты работы пчёл бьют по носу и иммунитету особенно сильно. Воздух пропитанный запахами и фиконцидами. Мёда, воска, прополиса, пыльцы, перги, пчелиного яда. Он поднимается через щели в лежаках и человек им дышит. Это очень полезно при заболеваниях астмой. Это очень хорошо успокаивает нервы. Особенно жужжание пчёл. Они же там работают, в улье, под лежаком. После совместных возлежаний над пчелиными ульями, пасечник показал, как окуривать пчёл. Немного рассказал сибирскому мишке о прелестях и достоинствах природы края и местных натуральных продуктах. А после повёл на чаепитие. Там звери с удовольствием попробовали блинчики со всеми видами приморского мёда, ели ягоды и слушали увлекательные рассказы пчеловода об этом удивительном даре природы со сладким вкусом. Тут вот мёд, собранный с осенних цветов. Видно, что он более тёмного цвета. Липовый же мёд наш, он очень светленький. Этот фестиваль тайги станет вторым для Приморья, однако этот факт уже даёт ему право называться ежегодным. Во Владивостоке, Штыково и Хабаровске Ближайшие две с половиной недели, уверены организаторы, пройдут вкусно, интересно и познавательно. А главное – с душой. Олег Завьялов, Евгений Черёмухин, Алексей Заровны. Новости на восьмом. 16-й кинофестиваль «Меридианы Тихого» для жителей Владивостока стал в какой-то мере особенным. В конкурсную программу фильм режиссёра Ольги Зуевой на районе не входил. Однако, наверное, именно об этой картине в Владивостокце ещё до «Меридианов» были наслышаны больше всего. И это не случайно, ведь фильм со знаменитым Данилой Козловским снимался в Приморской столице. А Ольга Зуева стала практически первой, кто запечатлел наш город в кино по-настоящему. Подробности в сюжете Дмитрия Беломестного. Актриса, модель и начинающий режиссёр – всё это направление творчества Ольги Зуевой. В России широкую известность талантливая девушка во многом получила благодаря актёру Даниле Козловскому. Но ещё до начала этого романа девушка покорила зарубежные подиумы, появилась в голливудском блокбастере «Солт» и американском сериале «Оранжевый хит сезона» и сотрудничала с самой Кэмерон Диас. Её дебют в качестве сценариста и режиссёра – фильм «На районе», который, к слову, стал фильмом-закрытием кинофестиваля «Меридианы Тихого». Я стала писать такую социальную драму о парне, который пытался заработать деньги, у него не получалось, и как сложно быть молодым человеком без каких-то связей серьёзных и денег в нашей стране. Вот так начинался мой сценарий. Потом из истории про строителя он перерос в такую более криминальную историю. В ходе общения с журналистами Ольга рассказала о самом фильме, который снимался в Приморской столице. Решение снять ленту именно во Владивостоке не случайно. Сама режиссёр выросла в нашем городе. Да и сценарий писался про героев города у моря, которые так или иначе явились прототипами реальных людей, с которыми Зуева была знакома. «Я рада, что это Владивосток, потому что, может, это нескромно прозвучит, но я горда тем, что я запечатлела наш прекрасный город, первый в кино по-настоящему, не какой-то там кусок, а я показала всё-таки какую-то красоту, которую я вижу, и я хочу, чтобы её увидели другие люди в нашей стране». К слову, съёмки во Владивостоке давались нелегко. По её словам, в городе мало специалистов, которые могут встать в ряд с коллегами из Москвы. Рассказала я о герое Данилы Козловского, который в фильме исполнил роль, так сказать, плохиша. Всё-таки он известен больше как актёр, который играет положительных героев. И поэтому мы пришли к такому выводу, что будет интересно попробовать что-то такое радикальное, вне его амплуа сыграть что-то, что ему не предлагают, как его не рассматривать, такого не очень хорошего парня, не очень порядочного, грубого, пошлого. Когда мы делали пробы, он вошёл в кадр и с первого дубля показал мне того кису, которого я так примерно себе представляла. Мужское кино о крутых тачках, красивых людях и о плохих делах, любимое у Ольги, хотя не отрекается Зуева и от женских фильмов. Сейчас в планах у режиссёра новый проект о моделях, который выйдет на телеканале ТВ3. К слову, говоря о продолжении, на районе Зуева раскрыла секрет, готова 25 страниц нового сценария. Однако будет ли это продолжение фильма или совсем новая лента, пока точно не определено. Но совершенно точно, что благодаря таким проектам, как на районе Ольги Зуевой, у Владивостока есть шансы стать новой столицей российской киноиндустрии. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Меридианы Тихова отшумели фестивальную программу, а также мероприятия кинотуров, которые стартовали в преддверии кинофорума, посетили более 20 тысяч зрителей. Победители кинофестиваля выбирали из восьми полнометражных и восьми короткометражных лент режиссеров и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Кто стал победителями этого года и как проходил «Пасифик Меридиан», расскажет моя коллега Анна Бережная. Встречайте гости и участники нашего кинофестиваля! Неделя кино объявлена закрытой. Уже в 16-й раз меридианы удивляли публику интересными картинами, звездными гостями и превратили Владивосток в кинематографическую столицу Азиатско-Тихоокеанского региона. 189 российских и зарубежных кинолент на суд зрителей и жюри представили режиссеры из 46 стран. Президентом 16-го кинофестиваля стран АТР стал особенно любимый приморцами актер Александр Михайлов. Артист, который начинал свой творческий путь во Владивостоке, занял почетный пост кинофорума в год 80-летия со дня образования Приморского края. Я на свою землю вернулся. Вы не первый раз, безусловно, на кинофестивале. Чего ждете от Pacific Meridian 2018? Все прекрасно. Хороший картин, хорошее настроение и тепла. Нет границ. Пусть политики делают свое дело, а мы делаем свое дело. Участие в церемонии открытия Pacific Meridian приняли председатель конкурсной программы этого года режиссер Алексей Герман-младший, ведущий сценарист Александр Гордон, который представил на кинофестивале свой фильм «Дядя Саша», режиссер Дмитрий Астрахан, актрисы Елена Прохлова, Ольга Прокофьева, Ксения Лаврова-Глинка, Юлия Такшина, а почетной гостьей фестиваля стала американская актриса Энди Макдауэлл. Российскому зрителю она особенно известна ролями в картинах «День сурка», «Гудзонский ястреб», «Секс, ложь и видео». Я очень рада, что удалось приехать в ваш замечательный город. Мне в жизни повезло, что я стала актрисой и могу путешествовать по миру, знакомиться с разными людьми. Кино дает мне удивительную возможность рассказывать разные истории, передавая в них боль и радость. Я желаю всем удачи. Первый приз «Меридианов-2018» — награду губернатора Приморского края 9288 километров, который символизирует расстояние между Владивостоком и Москвой, вручили Александру Михайлову. Фестивальную программу и мероприятие кинотуров самого значимого культурного события осени посетили более 20 тысяч зрителей Приморья. А самым интригующим моментом кинофестиваля неизменно остается церемония закрытия. С минуты на минуту на синюю ковровую дорожку кинофестиваля «Пасифик Меридиан» выйдут любимые артисты и участники кинофестиваля. А это значит, что начнется торжественная церемония закрытия «Пасифик Меридиан-2018». Международный кинофестиваль «Пасифик Меридиан и Тихого» – это конкурс полнометражного и короткометражного кино. Для меня это фантастический опыт, невероятно позитивный. Это время моей сердечной радости и душевного отдыха. Я принимала участие в кинотурах, и, конечно, это невероятные ощущения, потому что фантастические люди. Это было незабываемо. Несколько городов, шесть встреч, и залы все разные. И были подростки, были люди старшего поколения, были военные, как я их называла, гусары. И это было так разнообразно, и так интересно, и так душевно, и волшебно. Я благодарна фестивалю за это общение. Невероятная атмосфера слияния культур, жанров и вдохновения. Режиссер фильма «Сокрытие». Вчера, и вчера у меня вот здесь был полный зал, потому что это все-таки спецпоказ, я не участвую ни в конкурсной программе, ни в какой. А в рамках фестиваля мы делаем предпремьеру фильма, релиз у него 18 октября, и мне очень важно посмотреть, как же зритель будет он голосовать своим рублем за мою картину, и вообще попадает ли эта возможность увидеть глаза, услышать, что тебе сказали, полный зал или нет. Но одного сеанса не хватило, пришлось открыть в Уссурии еще два, и значит, все в порядке. Во Владивостоке у меня все в порядке, как и у вас. И я хочу, если в следующий раз тоже сюда прийти, если пригласят, конечно, то с удовольствием. Всех благ вам. Вы живете в волшебном таком краю, понимаете ли, такая природа, ну, нет, 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 я родился в Сибири, но как-то здесь это великолепно. Почетными гостями церемонии закрытия кинофестиваля стали голливудские актеры Стивен Сигал и Эрик Робертс. Стивен Сигал поделился, его предки родом из Владивостока. Я полюбил Владивосток, семья моего отца отсюда, и было очень приятно приехать сюда. Кинофестиваль – это потрясающее впечатление, и я надеюсь вернуться в следующем году. Эрик Робертс признался, он побывал на множестве кинофестивалей, встречал немало талантливых людей, но на Меридианах Тихого впервые почувствовал себя как дома. «Разных народов, стирая границы между странами». Очень уютный, тёплый этот город, словно объятие дородной, доброй бабушки. Полный кайф. Всем мира. «Звёздная ковровая дорожка» закончилась, и сейчас самое главное событие кинофестиваля Меридианы Тихого – объявление фильмов победителей. 12 наград 16-го кинофестиваля «Стран АТР» увезли с собой режиссёры из России, Филиппин, Белоруссии, Китая, Тайваня, Канады. Специальный приз жюри достался картине «Календарь» Игоря Поплаухина. Приз имени Юла Бринера получил фильм «Война Анны» режиссёра Алексея Федорченко. Награду «Фиприси» за лучший полнометражный фильм вручили режиссёру Чай Целёв.